Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Краткий гайд по налогам. В Беларуси утвердили изменения в кодекс на 2023. У нас введен кассовый принцип отражения выручки от реализации товаров в работу слуг. Чего ждать частному бизнесу? Иллюзия безнаказанности. МВД заблокировала более 30 тысяч профилей аферистов. Нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете. Какая сумма ущерба? Все тайное становится явным. Бавруйские судэксперты провели профориентационную экскурсию для школьников. Есть желание поступать снова в Академию МВД, чтобы связать свою жизнь с судебной экспертизой. Что можно узнать по отпечатку пальца? А также плодотворный визит, местный сбор и зимний прогноз. Синоптики обещают похолодание к концу недели. Африка усиливает свое планетарное влияние. И Беларусь рассчитывает закрепиться в регионе надолго. Именно так Александр Лукашенко обрисовал перспективы континента на переговорах с президентом Зимбабве. И подчеркнул, Беларусь всегда готова подставить плечо. В заключительный день визита главы государств посетили крокодилию ферму и легендарный водопад Виктория. Это практически главная достопримечательность Южной Африки. Один из итогов переговоров – контракты на поставку белорусской техники. Церемония передачи состоялась накануне. Она дала старт третьей фазе программы механизации сельского хозяйства Зимбабве. Ожидается, что наша республика импортирует в африканскую страну свыше 3000 тракторов и около 60 комбайнов на сумму более 66 миллионов долларов. Черный список. МВД заблокировало свыше 30 тысяч профилей аферистов на торговой интернет-площадке Беларуси. Злоумышленники входили в состав международного скам-сообщества. Организаторов-правоохранители задержали еще в декабре. В их числе и несовершеннолетние. Схема простая. Так называемые «воркер» орудуют на популярном ресурсе по реализации товаров. Выбирают объявления из предложенных ботом и вступают в переписку с продавцом. Далее в мессенджере мошенник, который якобы намеревается совершить сделку, отправляет потенциальной жертве ссылку. Перейдя по ней, человек сам вводит реквизиты своего счета на поддельном сайте. УВД Бобруского госполкома информирует, чтобы не стать жертвой мошенничества, нельзя переходить по сторонним ссылкам в интернете, не вводить свои личные персональные данные на незнакомых страницах, а также на своем устройстве необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Потерпевших тысячи речь идет не только о гражданах Беларуси, но и о наших ближайших соседях. Прежде всего это Россия и страны СНГ. Ущерб более 2,5 миллионов рублей. Прозрачно и понятно. В Беларуси утвердили изменения в налоговый кодекс на 2023. Одни коснулись как отдельных жителей, так и крупных игроков на рынке. ИП потеряли право платить по упрощенной системе. Для самозанятых появился налог на профессиональный доход. Среди преимуществ выгодные ставки. Во всех нюансах разбиралась Татьяна Горбач. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы. Слова Конфуция как нельзя лучше отражают динамику времени и нововведения, которые с начала года произошли в налоговом кодексе. В первую очередь коснулось это ИП. Предприниматели потеряли право на применение упрощенной системы. Теперь им доступны два режима. По общему подоходный сейчас 20% вместо 16. Либо можно оплатить единый налог. В Беларусьбанке с 2016 года действует программа поддержки предпринимателей предприятий малого и среднего бизнеса. С этого года мы кредитуем предприятия предпринимательных и льготных условиях. Для самозанятых появился налог на профессиональный доход. Рассчитывать на него могут белорусы, которые получают прибыль, но не имеют работодателя и не нанимают сотрудников. А также те, кто зарабатывает от использования имущества. Среди преимуществ выгодные ставки 10 и 20%. Для пенсионеров – 4 и 8. Также предоставляется вычет в 2000 рублей. Нужды в кассовом оборудовании нет. Главное правило – учитывать доход в специальном приложении. Физическое лицо должно проинформировать налоговый орган с использованием этого приложения о своем желании перейти на применение данного режима. После этого оно вправе осуществлять свою деятельность. Налог не исчисляется платильщиком, он исчисляется налоговым органом. И сумму этого налога всегда предварительно можно увидеть в этом же приложении. Не нужно представлять никакие отчеты и декларации. Изменения не обошли стороной и ремесленников. Например, если в прошлом году гончар или, скажем, мыловар платил 62 рубля один раз в год, то по новым правилам нужно вносить 6, но ежемесячно. Подобный механизм действует и в сфере агроэкотуризма. Владельцам усадеб придется раскошелиться на 37 рублей. Для сравнения, в 2022 цена вопроса была 31. С 1 января 2023 года у нас введен кассовый принцип отражения выручки от реализации товаров работ услуг. То есть сейчас в налоговую базу для налогопреупрощенной системы организации должны включать все поступления денежных средств, в том числе суммы предоплат, авансов, задатков. На 10-11% повысилась расчетная стоимость одного квадратного метра квартиры. Однако это увеличение мы увидим только через два года, а именно 15 ноября 2024, когда наступит срок уплаты за недвижимость за 2023. Что касается земельного налога, то для организации вводится система префайлинга. То есть, если раньше собственники сами предоставляли декларацию, то теперь ее будут заполнять в налоговой на основании имеющихся сведений. Далее документ будет направляться хозяину для подписания и отправки в МНС. Дороже стало и содержание собак. За потенциально опасные породы придется отдать 55 рублей вместо 46. Сбор оплачивается каждые три месяца. За остальных питомцев сумма выросла до 11. Увеличились также суммы, которые не облагаются подоходным налогом. 9 338 рублей вместо 8078. Это касается прибыли, которая не связана с предпринимательской деятельностью. Речь о подаренных деньгах, пожертвованиях, выплатах, видимо, от помощи или по договорам страхования. Кроме того, без похода в инспекцию можно принимать презенты, призы и деньги на оплату путевок по основному месту работы организации или ИП, если это не больше 2821 рубля. Татьяна Горбач, Станислав Чичарин, Бобруйск, 360. Банковский кодекс, юридическая помощь и социальные выплаты. В Беларуси изменились размеры пособий по уходу за детьми до трех лет. Насколько? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси могут ограничить размер штрафов и пении за просрочку выплат банковских займов. Проект закона уже подготовлен. Планируется запретить в договоре повышенные проценты за пользование кредитом, если человек не вернул средства в срок. А также сократить список случаев, при которых финансовые учреждения вправе требовать досорочное погрешение. Ожидается, что новый кодекс исключит чрезмерную нагрузку на кредиты получателей. Сбор за пересечением границы на машине введен в трех областях Беларуси – в Брестской, Гродненской и Витебской. 37 рублей, вне зависимости от количества пассажиров. На таможне нужно предоставить чек в бумажном или электронном виде. Документ должен содержать фамилию плательщика или наименование организации, дату и сумму, регистрационный номер транспорта и назначение платежа. Срок действия нововведения до 1 января 2025. В стране повышается бюджет прожиточного минимума до 341 рубля 48 копеек. В этой связи автоматически пересматриваются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты. Изменятся и размеры пособий по уходу за детьми до 3 лет. На первого теперь положено почти 606 рублей, на второго и последующих свыше 692, на ребенка-инвалида – 779. Оценивать адвокатов на профпригодность будет комиссия по этике. В нее войдут представители всех территориальных коллегий. Мониторинговая группа начнет работу уже в этом году. Продолжится практика бесплатной юридической помощи. На личных встречах и онлайн-консультациях специалисты дадут разъяснения по вопросам, которые не требуют ознакомления с документами. В Беларуси к выходным похолодает. В феврале вступит в свои права, температура воздуха приблизится к обычным значениям. В прогнозе снег, дождь и до минус 12. В отдельных районах ожидается слабый гололед на дорогах – гололедица. В январе, отмечая синоптики, установилась аномально теплая для середины зимы погода. На многих реках начались паводки. Голографический эффект. В Бобруйске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. Диплому победителям вручил председатель горысполкома. Среди учреждений культуры, здравоохранения и образования отличились 18-я школа и 3-я поликлиника. Победу одержала гимназия номер 3. В группе промышленных предприятий и строительных организаций третье место взял красный пищевик. Второй – Бобруйскогромаш. Ему же досталась награда за лучший корпоративный календарь. Самым креативным стал Таим. Приятно, что нас опять по достоинству оценили. Очень много было проделано работы. Хотелось, чтобы все было красиво. В дальнейшем мы тоже будем стараться. В дальнейшем у нас, что нас ждет, год дракона. Очень большое поле для деятельности. Есть где развернуться. И мы постараемся поддержать эту марку. Праздничная инсталляция Таима порадовала горожан оригинальными зодиакальными часами и множеством световых фигур, среди которых и символ 23-го. Отличились предприятия торговли и общественного питания. Третье место у кафе «Тикава», второе у кофеварки, первое у «Истории». В группе организаций транспорта, связи, энергетики и ЖКХ бронзу взяла теплоэнергетика. Серебро у ЖРЭО Ленинского района. Золото у бобруйских электросетей. В роли Шерлока Холмса бобруйские судэксперты провели профориентационную экскурсию для учащихся 9-11 классов. Специалисты на деле показали, как распознают поддельные деньги и документы. Восстанавливают данные в телефонах и находят подозреваемых по следам обуви и почерку. О преступлении и наказании Ольга Васьяна. Глеб Бобков знакомится с бобруйским межрайонным экспертно-криминалистическим отделом. Курсант третьего курса Академии МВД проводит тросологическую экспертизу. Делает слепок подошвой и анализирует протектор на наличие улик – волос, пыли или жидкости. Ищет вещественные доказательства. Меня это заинтересовало, особенно та часть, как и в сериалах. Человек, который ищет следы, человек, который выявляет, исследует их. Мне это показалось достаточно интересным. И я решил свою жизнь связать с этой профессией. Бобруйский межрайонный отдел осуществляет проведение различных судебных экспертиз по уголовным, гражданским делам, делам административных правонарушениях, также экономическим делам. На профориентационной экскурсии учащиеся 9-11 классов. Криминалист на примере показывает, как проверяют на подлинность купюры и паспорта. Эксперт-почерковед устанавливает исполнителя подписи и даже его позу при письме. Определяет, и при каких условиях была сделана запись. Судэксперты предлагают школьникам сразу 9 локаций. Чтобы обнаружить отпечатки пальцев, применяют дактилоскопический порошок. Наносят его специальной кистью, благодаря чему выявляют нужный след. Копируют на отрезок скотча и наносят на бумагу. Экспертиза вызывает у ребят неподдельный интерес. Каждый пробует провести исследование самостоятельно. С помощью отпечатка пальца можно узнать пол подозреваемого. Возраст, выявить шрамы и порезы. А это значительно упрощает поиск. Побыть самому на месте эксперта, оно довольно интересно, оно совсем отличается от теории. Потому что когда на практике ты берешь отпечатки, с порошком проводишь по предметам, чтобы найти их, ну, это совершенно по-другому воспринимается. Рассказали интересно, нам понравилось очень. Эмоции положительные. Честно, есть желание поступать снова в Академию МВД, чтобы связать свою жизнь с судебной экспертизой. От лодки до домкрата учащиеся оказываются в передвижной криминалистической лаборатории. Немые свидетели каждой отдельной трагедии – ДНК из капли крови, слюны или любого другого биоматериала. Сегодня список возможностей экспертов растет почти в геометрической прогрессии. За почти 10 лет существования ведомства раскрыты тысячи запутанных дел. Достигнуть высоких результатов стало возможным благодаря инновационному оснащению и профессионализму специалистов. Ольга Васенда, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Сразу после нас с Ирена, а моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова